Здравствуйте, в студии Татьяна Козырева. Сегодня с адвокатом адвокатской консультации Юринформцентр Антоном Лебедевым мы поговорим о нюансах прописки на даче. Здравствуйте, Антон. Первый вопрос. Существует ли вообще закон о прописке на даче, принятый закон? Дело в том, что законодательство у нас меняется в связи с принятием Конституционным судом ряда постановления. Это постановление было принято в 2008 году в СМП и в последующем в 2011 году были дополнительные изменения постановлением 13П Конституционного суда. Данное постановление как раз и является основанием для изменения законодательства Российской Федерации. То есть сам закон, он существует все-таки? Существует закон, который теперь в связи с этими постановлениями, вышедшими, не может ограничивать право граждан на регистрацию в садовых домах. А в каких домах могут прописываться граждане на даче? То есть это какие-то нормы существуют этих домов или это любой дом? Согласно закону о праве граждан на свободу передвижения у нас предусмотрено, что регистрация может осуществляться в жилых домах. Соответственно, каким бы ни был этот дом, но он должен соответствовать требованиям о том, что этот дом должен быть живой. Жилой дом должен быть приспособлен для постоянного проживания граждан. То есть там должны быть созданы условия, в том числе и отопление, для того, чтобы люди могли жить там постоянно. В связи с этим возникает ряд вопросов, как определить такой дом, что он жилой. Здесь теоретически наши службы кадастрового учета, которые осуществляют учет домов, должны выдавать такие документы. Либо это можно сделать экспертным заключением, обратиться к экспертам, которые признают, что этот дом является жилым. А какие документы должен собрать человек, чтобы прописаться на даче? Во-первых, документами, основаниями для регистрации на даче являются прежде всего документы о собственности на такой дом. В случае, если у регистрирующего органа возникает сомнение в том, что такой дом жилой, естественно, этот вопрос может быть перенесен в суд. Поскольку процедура, несмотря на то, что вопрос решен судом достаточно давно, процедура достаточно нова и сложна, часто такие споры до сих пор передаются в суд. Поэтому перед тем, как идти в суд, наверное, стоит попытаться сделать эту регистрацию в обычном порядке и далее уже при наличии каких-либо препятствий обращаться в суд за регистрацией в таком доме. Такой интересный вопрос. А зачем вообще прописываться на даче? Какие люди там прописываются? Не получится ли у нас так, что раньше были резиновые квартиры, допустим, в Петербурге, а теперь будут появляться резиновые дачи? Первое, что регистрация на даче многим людям нужна для того, потому что они не имеют другого места проживания. Да, допустим, в данном случае речь идет о сельскохозяйственных землях. И, конечно, люди, которые живут на земле, содержат свое хозяйство, допустим, скот, они не могут куда-либо выбраться в другое место жительства, бросив все это хозяйство. Поэтому логично, что они хотят быть зарегистрированы по месту, где они преимущественно проживают и где ведут свою хозяйственную деятельность. Такое право у них есть, теперь они могут им воспользоваться, но для этого, наверное, придется приложить определенные усилия. Что касается резиновых дач, то для регистрации у нас все-таки существуют нормативы, то есть, что жилой дом, что квартиру невозможно прописать бесконечное количество людей. И, более того, если это количество людей будет большим, это может стать основанием для отказа в регистрации. Также у нас есть понятие фиктивной регистрации. То есть, понятно, что в доме 100 квадратных метров не может проживать 100 человек. Но это будет понятно и регистрирующему органу, и суду, в случае, если собственник захочет обжаловать отказ в регистрации. Спасибо большое, Антон, за ваши ответы. А я напомню, на мои вопросы сегодня отвечал адвокат адвокатской консультации Юринформцентр Антон Лебедев.